Друзья, мы продолжаем нашу конференцию, которая посвящена медицинским и научным аспектам питания, техники, организации погружений. В этом году мы решили разнообразить нашу программу и включили лекцию в мастер-классе, которая имела отношение к организации бизнеса в фридайверском сообществе, лекцию по меру психологии во фридайвере, лекцию в мастер-классе специалистов в области психологии и лидер-класса. Юга, расскажите, пожалуйста, о себе и расскажите, пожалуйста, вкратце, о чем вы будете говорить во время лекции во время мастер-класса. Я рада сегодня к вам присоединиться. Я клинический психолог. Что это за такой зверь? Мне очень страшно. Это те специалисты, которые работают в больнице. Это такое применение, я знаю, психологию в различных типах больниц. Это психиатрическая клиника, невромагическая, сомагическая. Это тот специалист, который помогает людям справляться с различными типами заболеваний. И я закончила психологический факультет МГУ и защитила диплом как раз-таки про приобретение дыхания, когда она нарушена при панических атаках и в осредлятнике. Как люди представляют, думают, замечают свое дыхание, как это связано с тревогой и что им помогает регулировать дыхание, что мешает. На данный момент я разрешила аспирантуру. Мой интерес больше сместился в сторону исследовательной пандемии, поскольку она тоже влияет на регуляцию дыхания и на векновение равных симптомов. И я предстояю в немом гипераноле, как раз-таки психиатрической клинике, моим специалистам, как он понимает, что в психике нарушено, что с этим делать и так далее. Я также психотерапевт, изначально я была танционно-двигательным терапевтом, это когда с помощью движений, переживания можно понять человека, справиться с эмоциональными трудностями. И сейчас я больше не имею психоаналитический терапевт. Это тот, кто полно отфрагивает сидио, то есть в определенной детке развития идей. И первая часть моей лекции сегодня это будет, собственно, про нейропсихологию. Что это такое? Это образ психологии, который о работе мало. Вот у нас есть разные зоны мозга, и каждый из них выполняется кульсом функции. Что такое функция? Это наше восприятие, движение, речь, мышление и так далее. И нейропсихология, ну, они обычно не думают, как это в порядке. И я думаю, что большинство людей, которые тут присутствуют, про это обычно не задумываются, потому что не испытывают каких-либо трудностей, ну, или это испытывают из-за. Обычно, можно назвать? Обычно они реопсихологии думают в те моменты, когда что-то не получается. Допустим, дети в школе и пожилые люди. Или после разных травм, ЧМТ, черепно-мозговых операций, и так далее. И я думаю, что каждый из вас, если вспомнить школу и всякие прокси, вспомнит, допустим, какие ошибки были. Что было, ну, там, читать черточки, или делать какие-то буквы ДВ, то есть там и так далее. И все это зависит от того, какой тут наш мозг. И наше внимание, наша память. Вот. И сегодня я хочу рассказать про то, что нам может дать нейропсихология касательно движения и обучения движениям. Как это строится? Что на самом деле это прям очень даже сложный такой акт, на эволюцию которого развивался наш мозг. И что для того, чтобы человек понял, какое движение ему делать, вот этот весь мозг должен определенно могли нам работать. Сегодня мы на лекции поговорим о том, какие самые-самые древние зоны мозга расположены в кухоле или нет, в спале. И потом о том, как более современный и в каре нам в этом всем помогает. И потом уже на мастер-классе мы с вами будем больше говорить, если лекция про то, как обучать, то в мастер-классе я решила делать про то, какие эмоции, отношения возникают в процессе обучения и как с этим справляться. И вот эта лекция, она будет условно такой, ну, собственно, научной подводкой по то, как мы можем в отношениях тоже что-то делать, какой это смысл умеет и так далее. В отношениях обучения следащих, в отношениях инструкторов-клиентов. Да, 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 инструктор-клиентов, с одной стороны, что мы делаем со своими эмоциями, как с ними обходиться, ну, и что делать, собственно, и определять эмоции с людьми наших обучающихся, план примерно такой. Вот, можно, пожалуйста, теперь с предыдущих слайд. Мы начнем с такой вот вертикальной организации мозгов. Это про то, как в процессе миллионов лет эволюции у животных развивалась возможность двигаться. И что мы, как млекопитающие, неминуемо имеем какие-то те же самые особенности. И у нас есть самые древние отделы мозга, на уровне спинного мозга, которые отвечают за то, что это кто нас пойдет? Мы напряженные, обмягшие. Дальше есть определенный уровень, на уровне подговорья и так далее, ядер определенных, это про то, как мы организуем наше движение, если мы с закрытыми глазами, допустим, двигаем руками. Именно об этом. Вот, да, вот я сейчас шагаю на месте, это у меня, в общем-то, работает вот этот древний уровень синергии движения. Дальше, если мы еще больше подключаемся, нам, собственно, надо двигаться куда-то. И здесь уже нам нужно восприять целостную картина мира и это уже, известно говоря, классное тело и там более высокие зоны мозга, которые тоже отличаются в строении этой целостной картины. Дальше, ну, такое же чисто человечество, у некоторых животных он тоже бывает, это про то, что мы взаимодействуем с определенным предметом, чтобы что-то делать. Вот я держу управку, мне его надо держать определенным образом, или вы держите ручку, или вы водите машину. Все это определенные действия с предметами, когда надо понимать их логику, типа, как, чего с ними делать. И надо строить некоторые цепи действий. И есть уровень смыслов. Зачем это все? Все это относится к уровню построения движений под Эйнштейнер, это основа такой неврологии движения. И есть две базовые книжки, это о ловкости и о построении движения, это, ну, вот прошлый вид, но это такая база базовая. И если брать следующий слайд, пожалуйста. Что важно про уровень тонуса? Нам очень сложно его как-либо контролировать. И это тот уровень, который бессознательный. И можно, конечно, пытаться людям говорить, да, расслабься. Но чаще всего вредить как бы не получается. Не в кремом уровне. Точно так же, как пытаться сказать ребенку, который плащит, ну, как бы, успокойся. Да, но это примерно то же самое. Можно следующий слайд? Это же классика. Сейчас поломала, все у нас в систему мужчин. Ты же будет легче, прошло, ты себя используешь. Да-да-да. Сейчас мы все поломаем, потом задеть как-нибудь, чтобы первую починю. Вот. Собственно, тонус. В тонусе у нас есть такое сочетание мышц. С одной стороны статика, с другой стороны динамика. Это то, что нам определенным образом в среде, ну, необходимо тело выстраивать. И важно понимать, что на поверхности у нас один тонус. У нас есть одни базовые награждения. В воде у нас другая седа, и у нас совсем может по-другому распределяться тонус. И для некоторых людей это словно, ну, те самые начинающие, которые приходят в бассейн, и упугаются, да, им может быть очень сложно привыкнуть к тому, что в воде вообще другая система, другого уровня тонуса и так далее. там, ну, другое все. И это на самом деле, ну, некоторый непривычный для обычного человека следа. И нам важно понимать, что на уровне тонуса, с одной стороны, влияет нервная регуляция, это наша вся нервная система, с другой стороны, моральность, а гормоны. И нервная, это достаточно быстрая система, то есть мы можем там быстро сориентироваться, быстро там испугаться, быстро там еще что-нибудь, а есть моральные, которые действуют медленно. Это, да, вот если брать острый стресс в реакции, это когда, допустим, что-то такое резкое случилось, мы быстро среагировали, мы не успели испугаться, а потом нас догоняют. Догоняют через полчаса, через час, да, начинают там трясти, отстрадки и так далее. Это у нас как бы гуморально, гуморально веком регуляции догнало. И вот это все очень трудно осознается, очень трудно регулируется. И обычно у человека есть привычный уровень тонуса. И ему это нормально. И когда я его слегка попускаю, он такой, ой, можно было. Да, поэтому на самом деле, когда человек как-то расслабляется, да, он может, ну, как бы и не знать, что он напряжен. Можно на следующий слайд. Если мы говорим про следующий уровень повторения движения, то это уровень внутренней координации тела. И это некоторый ритм сгибателей, разгибатели, мышцы патагонистов. И очень важно, что на этом уровне работает проприорецепция. То есть сколько мы можем двигаться закрытыми глазами. И именно как бы в этом уровне у нас хранится в том числе пул двигательных возможностей, навыков синергии, которые мы разбираем с детства. И он начинает развиваться у ребенка, у него лежит в кратке, он на руку и ищет рот. Вот у него первая двигательная координация, или он там высвобождается из пеленочки. Это все у ребенка происходит, он осваивает то, как он может, собственно, двигать своим телом. Можно на следующий слайд? У этого уровня есть очень важные особенности, которые мне кажется важны в предае мне. Это то, что это очень плавный уровень. Он очень биомеханичный, он очень как бы удобный, он вот прям удовольствием. Чтобы его как бы пощупать, это вот когда мы зеваем. Да, вот это происходит с некоторым расслаблением. Или когда мы что-то делаем машинально непроизводно, не думая о чашу и так далее. И движение ленивое, тягучее, такие изменимое. И это определенное качество именно внутреннее этого движения. И мне кажется, что то, что происходит в последальнике, что есть определенные действия, направленные на цель, а есть определенные действия, направленные именно на внутренние ощущения. И это то, что, как мне кажется, ищется в последальнике. Определенный тип скольжения, ощущения, концентрация на внутренних ощущениях. Можно следующий слайд? А есть следующий уровень. Организм пространства. Это когда я вижу цель, не вижу препятствий, и я в этот момент, сыграя уже целостную картину мира, я в этой картине мира что-то такое делаю. И что тут важно, что в этих условиях уже не так мы внимательны к промежуточным моментам создания движений. Допустим, нам нужно, не знаю, мне сейчас нарисовать. Я возьму карандаш и начну что-то делать. Но я в этот момент не буду думать о том, что у меня внутри происходит, как там у меня рука там тянется, насколько мне это приятно. Это уже не про это. И это как раз таки про то, как люди, которые делают что-то, допустим, плывут, могут плыть совсем разного качества переживания движения. Да, и есть те, кто ломится на цель в пространстве и вот как бы вот мне вот, словно, до этого там зеленого мячика или вот еще там сколько-то. Но в этот момент мы можем гораздо меньше обращать внимание на вот эти плавные, менее энергозатратные движения. Что тут важно, что на этом уровне, когда мы действуем в пространстве, происходит некоторый план, и мы на самом деле бессознательно его корректируем. Да, что даже когда я хожу, у меня очень много там разных разгибателей-разгибателей, которые между собой как-то там координируются, и я про это особо не думаю. И это то, что мозг делает самостоятельно, он вроде бы чеканит одну и ту же программу, но изнутри он ее постоянно корректирует. Давайте дальше. К этому уровню относятся вот все действия, которые тут обозначены, да, которые имеют какую-то проверную цель передразнивания, да, когда мы что-то в своем движении копируем, это тоже к этому относится. Игра антикопиона, бег, в некоторых случаях танцы, выполнение определенных фигур, ну и плавание, когда мы, собственно, на цель на какую-то, на преодоление пространства. Можно дальше. И следующая штука, это когда мы уже действуем с предметами, да, вождение, там, вставление в иголку нитки. Что тут важно, что мы отчитываем логику предметов, и мы приспосабливаемся к изменчивости. Зачем я, наверное, сегодня рассказываю тут про это? Про то уж, ну поскольку мы плаваем словно в ластах иногда, и тут есть такой интересный феномен расширенной телесности. Можно следующий слайд. У нас в определенном образом устроена чувствительность. Этот феномен был обнаружен у, ну, собственно, нейрохирургов, вот, что они, когда действуют зонтом во время операции, они концентрируются, собственно, не на контакте с предметом зонда, а на кончике зонда. Вот, кто вводит машину, вы, наверное, замечаете, что вы себя ощущаете, как машина. Вот, если говорить, да, или когда вы взаимодействуете с предметом, учитывая его твердость, да, вы понимаете, ну, какой там отклик дальше. Да, то есть вы, на самом деле, не на поверхности, вот, как микрофона, допустим, я, концентрируетесь, да, вы, как бы, вот так вот расширяетесь и чувствуете за счет ножи ножа монтан. Собственно, я думаю, что в истории с ластами нам тоже приходится чувствовать, ну, монтан вот в этих вот дополнительных плавниках. И дальше, что важно, следующий слайд, что мы можем на основе этого, каким выводом прийтилить, что первое, нам нужно выделить движение, нам его надо каким-то образом назвать. На следующий этап нам нужно найти некоторое корректирующее ощущение, что нам даже нужно, что одно дело копировать по форме, а другое дело найти именно то самое ощущение, вот ту самую, какую-то комплекс мышц для того, чтобы понять, от чего там и как. И если брать, там, вот, обучение танцев, очень часто его, допустим, делают с помощью зеркал, да, чтобы ему вот форма была та же самая, вот это все, а в то время, как на самом деле нам паскудно надо найти, условно, закрытыми глазами, на счет проприорецепции, вот то самое сенсорное ощущение. И нам дальше надо, когда мы обучаемся, у нас все внимание направлено именно на это ощущение. Вот, допустим, как вот мы на велосипеде обучаемся ехать, мы сначала пытаемся там эти вот штуки обнаружить под ногами, под названием педали, так, чтобы не упасть, только потом, спустя какое-то время, это автоматизируется. И на это нужно время, причем, условно, часы на картах. И после этого уже мы можем говорить про поиск оптимального и стандартизированного движения, потому что телесные практики, они культурные, и они нарабатывают определенный, ну, прям сотни лет опыта того, как им настроится оптимальное движение, да, это то, как мы уже учимся технике, ее выделяем, автоматизируем, учимся каким-то отдельным элементом обнаружимым, выделяем, забируем, автоматизируем, да, чтобы про это уже не думать, и оно смещалось на самом деле в другие пласты. Если кто-то из вас когда-то получал травму, и вы потом реглантировались, допустим, но неприятная история, то вы можете вспомнить, как это восстанавливает движение автоматизма. То есть те люди, которые ходят просто так, да, и они потом имеют трудность, то есть надо заново выстраивать всю координацию мышц, и потом ее авторитизируют. Можно дальше, пожалуйста. И есть важная следующая штука, что на самом деле смысл, с которым мы двигаемся, они очень сильно влияют на то, как мы это двигаемся. И какие именно мышцы в этом учатся, с каким уровнем тонуса, и это то, что на самом деле очень трудно и проконтролируют, и обычно про уровень смыслов думается, ну это там в течение, письмо, вот это так вот выражается. Но на самом деле нет, движение это тоже играет грамотный смысл. Можно следующий? Пойду. Был такой эксперимент с раненными солдатами во время Второй мировой войны. Очень, ну такой, можно сказать, древний эксперимент, но очень такой показательный, это были солдаты с контрактурами рук, с ранениями и сначала их просили по очереди, вот закройте глаза, поднимите руку как можно больше, ну вот они поднимали, ну как можно больше, как могут так и сделать. Потом следующий момент, откройте глаза, сделайте то же самое с открытым, поднимите руку, уже повыше. Потом следующий момент, и он просит для конкретной цифры. Ну они как бы пытаются, что-то там получается, что-то не получается, и вроде бы эксперимент закончился. Ну экспериментатор ходит и просит такой, подайте мне шляпу, а шляпа висит тут. Подаю психологу, который тут с ними сидел полчаса, 45 минут. Ну то есть когда действие не целевое, да, когда оно включено в какую-то вот другую деятельность, как-то все устроится по-другому. На другое обращается внимание, на другое, может быть, ну как бы другие синергии могут слегка подключаться, что на самом деле там очень и очень много вот этих степеней свободы, которые могут быть задействованы, мы на самом деле через какое-то произвольное, вот я себя сейчас именно вот так заставлю, не получается. И я думаю, что эта штука очень важна в плане того, можно следующий слайд? Собственно, какой смысл у нас есть, когда мы ныряем, когда мы двигаемся? И что на самом деле каждый дырок, он может быть окружен совершенно разными смыслами. Он может быть совершенно про разные ощущения, разные цели, разные какие-то там ощущения и так далее. И я думаю, что вот возможно, ну вот эти всевозможные техники деконцентрации, они с одной стороны для того, чтобы избавиться от этих лишних целей, которые могут быть все-таки пространственные, достигаторские, мы про достигаторство больше на птиклассе поговорим, вот, они как раз с одной стороны на перевод вот на эту проприорецепцию, а с другой стороны на то, чтобы сделать эффективное движение более биомеханическое в этот момент, более подходящий. Да. На мужный вопрос. Ага. А вот смотрите, вы покупаете человек новый лазер. Отлично. И он начинает к ним привыкать. Они ему нравятся. Угу. Он начинает получать удовольствие. Он сначала пытается выстроить правильную технику для того, чтобы нырять, а потом в какой-то момент, ну просто кайф с ним и взаимодействует. Ты тут прислушиваешься раз, и сейчас вот так чуть-чуть с тобой построил, и там волна пошла, да? Потом так чуть-чуть некомфортно. Ну, я думаю, это, собственно, такая обычная для всех история. И потом мы начинаем там в какой-то момент с этим совсем играть. И смысл нырка заключается именно в том-то игре, в этой том-то игре с ластами, с ластой, с моноластой. И уже как бы даже, не очень важно, сколько мы пропулем, как бы походу рыб, сколько мы получаем удовольствия от взаимодействия с предметами. Это какому-нибудь изодвижению? Я бы тут подумала про то, что эти уровни, они же не изолированно работают, они одновременно работают на, ну, всех. Да? И нам важно понимать, что когда мы про удовольствие, мы больше про внутренние ощущения. То есть в этот момент у нас очень много внимания к тому, как. Если вы подтягиваете, мы же все подтягиваемся с удовольствием. Всем доступно это вот как бы, вот как там хочется. Вот это вот. Это очень, ну, такой разный, первичный уровень, который есть у всех животных. Удовольствие от движения. Ну, он в том числе сопровождается гормональными, там, всякими каскадами, которые очень полезны. Но есть та штука, что вот это удовольствие от движения, которое у нас эволюционное, отработанное в течение многих лет, встраивается в нашу личность, которая сформировалась в определенных условиях, с определенным детством, где было разное отношение к активности, ребенка, потому что он лазит, бегает, разбивает, или он там, не знаю, стены рисует, потому что ему так нравится. Да, и у нас в этом плане у каждого есть свое отношение с этим удовольствием. И это уже про бюджет-в личностную структуру, которая сформировалась в вашем. Вот. И это уже про такой уже чисто психологический план ставок. И про то, насколько каждый человек может себе это позволить, разрешить, и на самом деле у каждого может быть длительная история, там, связано у кого-то с психотравмами, у кого-то, наоборот, с какими-то счастливыми моментами, чтобы это было возможно или у кому-то невозможно. Потому что есть, допустим, некоторые там типы расстройства или тип формирования личности, где вот этот контакт собственным телом, он не экзапасный. Потому что тело, допустим, длительное время пережало какие-то травмы, насилие и так далее. И важно понимать, что много с кем такого могло случаться, и мы никогда не знаем, с кем именно и как. Так, и тут есть определенный класс про взаимодействие, который как раз будет позже. Есть ли еще какие-то вопросы по этой части? Как вы определяете, что такое смысл? Отличный вопрос. Что такое смысл? У каждого человека есть эмоции. И я думаю, что каждый из вас переживает сейчас какие-либо эмоции. И эмоции нам на самом деле показывают некоторые отношения, некоторые удовлетворенности, некоторые удовлетворенности. на самом деле эмоции, они есть у многих млекопитающих. Там те же арбезианы могут кричать от страха, собаки лаять, да, и пугаться, вот это все. Эмоции это то, что обычно запускают прям такие комплексы воздействия. И это некоторое понимание ситуации. Собственно, чего происходит в этом мире, как мне снег, мне очень хорошо, не хорошо. Мне опасно, безопасно. Или чем никак, какие плюшки мне от этого будут. Смысл это про наше некоторое отношение с миром и некоторое предание на самом деле дополнительного, да, какого-то такого принесения, да, на основе прошлого опыта, с чем мы пришли, и на основе будущего, в чем мы хотим. И такой любимый пример у нас в университете с этим стандартным. Вот двое поступают, мальчик и девочка приходят как бы на уже дальнейшие экзамены, приходят, смотрят на лист с теми, кто принял, кого приняли, кого не приняли. И девочка видит, что ее приняли. Но она начинает плакать. Спрашивают, что он власть, а мальчик это не принял. И в этой всей ситуации, получается, смысл у нее был в всей этой деятельности, в поступлении, не в поступлении, а в мальчике. Да, это то, что на самом деле ее двигало. Да, что на самом деле смысл это то, что мы хотим достичь. И в некоторых случаях у нас есть такие разные мотивы, что мы хотим. Нас не могут конфликтовать, мы можем там хотеть и успеха, и расслабления, и ничего не делать. И это некоторые конфликты. И мы в этом все как-то внутреваемся и пытаемся что-то с этим делать. Поэтому на уровне вот такой психологии смысл это то, что нас обычно организуют. И даже одни и те же люди, которые вроде бы делают одно и то же, могут внутри иметь разный смысл. И даже вы, кто сидит в этой аудитории, под спутном, может иметь разный смысл и сраным смыслом меня слушать. Для кого-то будет, о, я себя пойму. Или, о, мне это нужно именно для работы, это вот портовод. Или, о, а я это, не знаю, себе заберу в свою презентацию. Или там еще что-нибудь. Или кто-то думает вообще про то, какая я лектор, или меня там с собой сравнивать, не знаю. Или еще про что-то такое, там, могут брать на смысл. То есть на самом деле даже, по сути, сидя здесь и делая одно и то же действие, каждый человек думает, осмысляет это по-своему. С опорой на свои прошлые знания, опыт поведения и с целью на будущее, собственно, для чего мне это все. Ответила на вопрос? Получается, что по вашему определению, то, чего хочется достичь, это синоним цели. А вот тут, вот знаете, это будет уже другая тьма. Цель это больше про конкретные действия. Вот, цель, вот, допустим, под поступлением девочки, это цель. А смысл, то, что на самом деле она хотела с ним поступить, бы и с ним есть. И это как раз-таки очень большая важная разница в психологии. Человек может хотеть о них целей, но имеет другие смыслы. Я хочу много зарабатывать. Врыв целей. А смысл может быть другой. Я не хочу чувствовать себя отстойно, да, потому что я чувствую, что, типа, со мной что-то не так, будет, будут деньги, и я хочу себя нормально. Или я хочу много зарабатывать, потому что я чувствую вину перед родителями, и я хочу, типа, им будет помочь, и как-то от этого чувства вины избавиться. Да, и в этом случае много зарабатывать как цель, она имеет массу смыслов, и у каждого человека она может быть разная. Понятно? Да, 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 спасибо. Отлично. А есть ли еще у кого-то какие-то вопросы? Нет? Поехали дальше. Это, собственно, красивая, это, собственно, красивая табличка, на которой обобщенно рассказывают то, что я, как бы, вам порчета рассказывала, но, как бы, это, чтобы вас, как бы, вот, да, вот запечатлить, почитать. Да, я понимаю, что мало сейчас кто с этим однокомится, но это, собственно, то, как это обычно в учебниках, и то, как это, собственно, используют. Верните, пожалуйста, и все, 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 и все. Верните, что вы слышите, значит, как-то 17-го года, например, ну, я так, не глубоко. В Бассейне? Ну, в Бассейне, да, как бы, да. В Бассейне, да. В Бассейне, да. Ну, если открыть, да, Вассейне. А, давайте, да, добро. Просто, да, не писала. Вот, и мы с вами, собственно, поговорили, знаете, вот так вот, про снизу-кер. Сейчас мы будем вот про сверху говорить. А если опять крупными такими мазками, про работу мозга, у нас есть энергетический блок про активацию, и это как бы не вот эти тонкие энергии, которые нам эзотерики предлагают, это конкретная штука про обеспечение организма. Сколько у нас там глюкозы, кислорода, там, СО2, ну, это такой внутренний запрос. Очень экономный такой вот, выращенный длительными годами эволюции. Есть другой блок, он уже у нас так по коре. Это теменная, вот, височная, затылочная теменная. Это про то, как мы слышим, про то, как мы видим, и про то, как мы вот чувствуем. И есть такой третий блок, который такой более медленно созревающий, такой вот, вы зрею там, то есть, одному угоду, да, это вот про регуляцию, программирование и контроль. Вот все три слова важны, потому что нам надо, как бы, придумать ту самую цель. Срегулировать процесс и, собственно, с результатом проконтролировать, что там получилось, не получилось, то есть, на самом деле, все разные штуки. Важно дальше, пожалуйста? Потому что это больше про высшие психические функции, мажечок больше там про движение, про пространство, а мы про ВВФ говорить. Это то, что обычно для ВВФ выделяется. Собственно, вот эта вся штука с тремя блоками, она разрабатывалась таким ученым, Лурий Александр Романович. Чего он делал? Он во время войны, когда, собственно, МРТ не было, он с помощью листика, карандаша мог понять, где у человека именно поражение могло быть. В смысле, какие зоны задействованы, и что с этим как бы делать, где именно оперировать, где именно, допустим, это тача и так далее. И что важно? Выбирайте консультический блок, что если брать современные исследования, это, по сути, про наше сознание. Про то, как я вот сейчас осознаю вот этот внешний мир. И если брать там реанимацию, там есть разные стадии, как бы, ковшин, это когда наше сознание выключается. У нас это тоже может включаться и выключаться. Допустим, наше внимание это тоже показатель вот такого энергетического бога. Это то, насколько мы... некоторыми реактивность, да, и то, насколько вот эта вся штука нам хорошо дальше другие функции снабжает. И, собственно, если мы говорим про наруки, это нагрузка именно на этот блок. Да, потому что он нам должен как бы организм дальше как-то обеспечивать. Важно, что он про вот эти все вилки, гормоны, кислород, СО2, и, допустим, все вот эти там базы, донавдохные и так далее, они у нас, собственно, вот для этого блока происходят. Важно, что он у нас активируется, есть вот внутренний стимул, да, вот это состояние СМД, есть внешний. Внешний – это как раз-таки свет-звук. Вот если вы поели, свет выключили и вообще как-то тихо, да, то многие, кто, будут чувствовать, да, что он как-то живяленько и слушается плохо. Да, это вот про то, как это дно выключается. И, собственно, если вспоминать школу или студенческие порывы, всегда были как бы студенты или ученики, которые вот начинают. Я думаю, сегодня вы меня еще немножко послушаете, а потом тоже начнется как-то как-то прикемаривать после собственного обеда. Вот, и важно, что этот блок, он связан с ориентировочным рефлексом, нам как бы нужно быстро вот собернуться, оглянуться и для безопасности. И важно, что этот блок, он может в том числе регулироваться сверху за счет мотивации. Да, вот это вот, наша вот такая вот вы, всем обущение, нам сверху вот эти дни про. Ну давай, соберись, нужно, вот прям сейчас. И это нам как бы помогает у вас выйти какие-то ресурсы, но есть некоторая такая ценность, можно в следующий слайд. Это вот все сейчас про ртикулярную формацию? Нет, не только ртикулярную формацию, на самом деле шире. То есть тут на самом деле есть те зоны, которые уже на самом деле приходят с внешних стимулов, потому что это другие зоны. Вот, и есть пошли, нам приходят на самом деле с мотивацией. То есть на самом деле это не именно какая-то структура, это больше про комплекс структур. Мне трудно их всех назвать, можно как бы этому отдельно для внимания и почитать нейропсихологию лурия. А важно, что вот почему эти функции так как блоки выделяются. Они нам помогают в том, как психика работает, выделить функции и понимать, какая из них сломалась. Да, это то, что именно плохо работает у человека, и она где-то будет плохо работать и в том, как он пишет, и в том, как он, допустим, едет за рулем, там и так далее. Это будет сопротивляться все. И у каждого из нас есть свой такой нейропсихологический профиль. Вот кто-то знает, что он теряется. Тут, скорее всего, есть такие люди, которые на Ульбянке в подземном переходе, это просто страшный сон, потому что вот сориентироваться в простанке, это сложно. Есть те, кому сложно называть, страдает такая ненативная функция, и запугнать имена. Вот я от них, да? Есть те, у кого на самом деле сложно с движением. Ну, потому что у них изначально либо какие-то зоны были менее разные, либо у них был маленький для этого опыт. Вот. И вот эта вся штука, она разработана именно, чтобы это выделять. Даже иногда не привязаны к локализации. Тут есть такая особенность, что когда зона какая-то мозга повреждена, у нас есть такое, что цепь-то перестраивается. Вот, допустим, вот эта вся нейропсихология, она построена на правшах. Про левшей, знаешь, гораздо меньше, потому что часто левши, это у тех, у кого есть в левом полушарии какие-то прирождении особенности, и эта функция переключается на правую часть мозга, и просто на другие участки, потому что связи там все еще как бы создаются, создаются, создаются. И это как бы великая возможность, такая пластичность мозга перестраиваться и компенсироваться. Можно дальше? Вот, и это, собственно, про энергетический лок, и про то, что хорошо бы замечать, в каком состоянии, и как-то вот себя притормаживать. И есть некоторые особенности, там, перелеты у людей, утомление, там, количество нырков, да, так и так далее. Это то, что влияет на утомление, и замечать свое утомление, и то, что как бы вот сейчас у меня энергетический лок, слабили, это, да, я просто устала, не то, что я слаба. У некоторых людей это переходит в то, что как бы вот это, образдая такими новыми смыслами, да, что это как бы вот со мной что-то не так, да, что это я какой-то не такой, да, не то, что вот именно какая-то зона мозга, ну, просто утомилась. Если брать, ну, опять же, детей, вот мы все проходили школу, и мы на самом деле все получали какие-либо замечания про то, как мы улучшились. И про то, что вот ты ленивый, или вот ты там, человек там невнимательный, и там и так далее. И вот когда я, собственно, училась, для меня было, ну, большим удивлением обнаружено, что есть отдельная специальность нейропсихология трудностей обучения. И на самом деле, эти дети, которые мы были в детстве и страдали в школе, от того, как сложно запоминать, или сложно как бы карты представлять, и так далее, то, по сути, эти дети все вырастают в возрослых, у которых есть некоторый нейропсихологический профиль, и которые точно так же продолжают, ну, в чем-то хуже, в чем-то лучше справляться с равными задачками. Можно дальше, пожалуйста? И есть вот как раз и следующий блок, который связан с тем, как мы строим свою картину мира, что у нас есть слух, у нас есть зрение, у нас есть связание, и что, в общем-то, мы не чувствуем это обычно отдельно. У нас это прямо в отдельную картинку строится, тут есть такая зона, которая это все объединяет так прям с трех сторон. Можно дальше? А тут же зона пропали. Все сложно. Есть связь, что у нас приходят некоторые зоны нервы, именно от рецептора, допустим, там, от слуха, сюда, от зрения. Но дальше у нас это строится в некоторый образ. Допустим, от зрения мы видим там колбочки-палочки, видят, и они потом обрастают, соединяются в какие-то свет-тень, свет-тень, и потом только это строится в какой-то образ предмета. И на самом деле мы даже можем в некоторых случаях образ предмета достраивать. То есть мы можем краем глаза увидеть какое-то мелькание, но мы в этой комнате были, мы знаем, что там по красоте обои, мы на это внимания не обращаем. То есть на самом деле мы постоянно достраиваем наш образ предмета. Дальше он благодаря этому он такой вот константный. постоянный, никуда не шатается, хотя мы можем в этот момент туда и не смотреть. Вот. Дальше. И что важно? Что наша чувствительность, наше движение это те зоны, которые очень близко друг к другу расположены. Вот здесь расположены отличающие движения, а тут за чувствительностью это то, что на самом деле происходит в постоянном цикле обратной связи. Можно дальше? у нас есть, я думаю, таких человечек вы видели, вот это такой моторный губонкулс, это то, насколько мы можем хорошо двигать дифференцированно этими частями. У нас может все это вязаться, губами, руки, и то, насколько мы можем чувствовать. Да, это тоже, опять, язык, рот, это в таком соотношении, сколько мы там, рецепторов. что важно, что в разных частях тела у нас по-разному, по-разному, развита чувствительность. И что если на руках, допустим, мы берем две точки, мы можем отличать очень маленькое пространство между ними, а на бедрах мы можем там уже и сантиметров не заметить, что это как бы одно и то же прикосновение. Про это есть отдельные эксперименты. И на самом деле еще у людей есть разная чувствительность и в зависимости от детского опыта и просто, допустим, от того, сколько ребенка, сколько-то мы прикасались. Мы пока учились, у нас были наблюдения детей из детдома. А дети из детдома это те, обычно, у кого есть сильная сенсорная депривация. Ну, их там вот мотали, соску в рот как бы отдали, на боку лежит, сосет эту бедную соску. Но с этим ребенком ничего не происходит. Его не гладят, его не пеленают, с ним не разговаривают, ему головка не держит, с ним вот это как бы он с маминой голосами потом не играет, вот это вот все. Это все потом приводит к тому, что у него и чувствительность внутри тела может быть сильнее нарушена, вернее, как бы не развита. И к тому же, с точки зрения эмоциональной регуляции, он, допустим, не может от этой соски отвалиться, когда ему хочется или не хочется. Он не может регулировать и весь этот детский опыт потом определяет, как он, собственно, со своими потребностями и телесности обходится. Дальше. Вот. И это, собственно, на подобии эксперимента, о чем я говорила, это про то, насколько на самом деле нужно движение для формирования восприятия. Тоже вот такой древнейший эксперимент 69-го года. Такая как сель. Чего делали? Брали маленьких котят, которые только вот глазки начинают открывать, и одного котенка в корзинку клали, а второго в корзинку с ножками. Он мог их высунуть и что-то эту карусель как-то так вращались. Чего выходило? Что они так какое-то время пожили, и потом оказалось, что тот котенок, который был с ножками, он, в общем-то, нормально в пространстве ориентировался. Тот котенок, которого катали, он не мог стоять, он падал, ему было вот как бы, он вообще ничего не мог перемещаться, он вообще не считывал пространство, глубины, близости, и так далее. Что на самом деле все эти параметры у нас пространства, они у нас как-то соревновались. И, собственно, это похожая штука, вот когда вы ведете и вас везут, да, вот, когда вас везут, вы вот обычно не ориентировались. Совершенно это то, когда у вас движение связано с пространством и с тем, как это приводит к каким-то результатам, то это то, что вам как-то эту функцию развивает. И я думаю, что тут есть еще такая важная штука, которую я на себе как-то нарушила, когда я в один день и с аквалангом погружалась, и когда я фридайвала. Что если я с аквалангом погружаюсь, я по одному переживаю пространство. А когда я фридайваю, это за счет движения пространство, глубина и качество движения, оно очень сильно меняется. Можно дальше, пожалуйста? Суть этого эксперимента. Суть этого эксперимента. Вот в этом. Ужас. Короче, вопросы. Важно, что у нас внутри всегда мы воспринимаем то, что мы делаем. Всегда в любую программу, даже вот внутри этой программы, у нас на самом деле не рефлекторных пальцев. У нас не рефлекс, да, в дугах это вот в любимом неврологическом, когда вам молоточком бьют, а вы пинаетесь. Нет. У нас на самом деле всегда есть коррекция. У нас есть некоторый образ того, как это должно быть. Мы только начинаем руку вести, и у нас уже происходит коррекция. Мы уже как-то исправляемся. И нам на самом деле, когда мы хотим обучить чему-то, нам нужно научиться находить коррекцию. Двигательная коррекция. Нам важно вот это дифференцировать именно внутреннюю чувствительность. И это меняет то, как мы воспринимаем пространство, и то, как мы воспринимаем интересность. Понятно? Да. Получается, что котенок, у которого лапки были в личной корзинке, вернемся к предыдущему, у него была возможность получить этот опыт, и, соответственно, у него появилась эта двигательная коррекция, которая запасная. Да, да, да. А котенок, который в корзинке, у него ничего не появилось. Понял? Через карусель было. А карусель это то, что он мог двигать. Он же не просто вместе сидел, он мог сам перемещать. И вот это важность вот этой внутренней активности. Да, того, чтобы мы именно все вот это в опыте нашли, скорректировали, построили. Да, то есть на самом деле, что это, ну, прям огромнейшая сложная деятельность. Даже в случае ограниченного пространства, поэтому это будет поместили в боксе. Да, да. То есть у них зрительная стимуляция была одна и та же, но у них была вот такая разная возможность активности. мы можем. Понятно? Все-таки все. Да, забрежим, забрежим. Давайте дальше. Собственно, третий блок это про наши движения и про планы. И что, собственно, ребенок для начала научается двигаться, а потом планировать. И что это как бы взаимосвязано. И что движение всегда корректируется в том числительности. И что у нас эти сокращения движения необычно происходят не конкретными мышцами, а группами мышц. Нам очень сложно бывает дифференцировать мышцы. И нам важно находить такие сенсорные ощущения, комплексы, метафоры, которые нам помогают это движение обнаружить. И на самом деле своенаправленность какого-то движения это сложная штука. Нам в этот момент важно все остальное тормозить. Потому что одновременно у нас и это вкусненько и это интересно, а тут инстаграмчик, а тут где-то слушать. По сути, наше внимание всегда конкуренция каких-то стимулов происходит. И собственно, когда мы на пути, у нас тоже может быть внимание такое бурдач. То оно за одно стимулять что за другое. нам очень важно понимать, что мы в определенном образом самоорганизуемся для того, чтобы это произошло. И что в процессе наркана сможет отвлекать. Нас может отвлекать какое-то неудобное ощущение, нас может отвлекать про то, что что-то там где-то катер не другое проплывает и так далее. И собственно про то, что наше восприятие всегда блуждает и это то, как идут движения. Все, наверное, можно дальше? Можно вопрос? Да, давай. Возвращение по фондару на подводке говорят, что молодые люди не джинские, не гранители. До некоторого возраста церковь полагает по-разному. Да. И теоретически люди которые недостеплены депутат зрелости. В общем-то некоторые функции наверное строят и пытаются не они же у нас развиваются когда мы их тренируем. Вот и поэтому как бы целеполагание есть зависит от того как оно развивалось что на самом деле оно у нас все эти функции в школе развиваются и про пространство и про мышление вот полезный институт иногда бывает вот и тут есть особенность что на самом деле целеполагание оно созревает допустим то насколько вперед мы можем думать о своей жизни что на самом деле во многих психических функциях бывают задержки и задержки там допустим не потому что ребенок тупой нет у него просто такой профиль и он просто эта функция не очень позже созреет или есть какая-то обстановка которая решает эту функцию развить именно целеполагание потому что у него среда постоянно хаотичная ему небезопасно ему приходится как бы постоянно в моменте избегать кошмара кошмара допустим семейной ситуации и он просто не может длительно думать и планировать что сдавать ему как бы не до этого тут овал пожар вот собственно это вновь про то как внешний контекст влияет на то как эти функции развиваются и что у нас с одной стороны есть особенность биологическая у каждого человека с другой стороны есть особенность социальная где он растет с другой стороны психологическая как ему внутри и это все одновременно влияет и у молодых людей мозг прям досозревает условно 23 24 может быть даже 25 мм просто у кого-то какие-то функции раньше у кого-то позже но это это факт да ну смотрите точно так же как в жетке кто в шесть лет спошел кто в восемь спошел все то же самое и собственно теперь как все вот это устроено на мозге все движение когда мы думаем о движении или пытаемся его сделать поехали у нас вообще вот где-то ближе к теменной области на пересечении затылков у нас есть идея движения что нам там нужно делать вот это представление движения то как предлагают представлять дырок допустим вот это последовательное движение а есть именно память о действиях память о действиях с предметами тоже в этой зоне и пространстве где собственно делать это на самом деле заднее дело могут решить а есть то что нам на самом деле откуда нужно еще и передать это то, что нам надо как бы вот этот образ передать в другие зоны, чтобы там вот, собственно, все тело это сделало. И дальше. И есть то, что те зоны, где мы дальше это все корректируем. То, что мы там себе напредставляли. Дальше. И есть те зоны, которые отвечают, собственно, за осознание ошибок, приключения. Вот тут отдельно за называние движения. И вот, собственно, чтобы это все скорректировалось. И последняя картиночка. Вот. И на самом деле одновременно со всех сторон наш бедный мозг, он работает во время движения. Очень-очень сильно работает то, когда мы просто представляем, то, как мы просто условно думаем, то, как мы строим внутри вот это все действие. Что на самом деле это... Да. Давайте. По поводу представления и того, как работает мозг. Насколько реально наш мозг, когда мы представляем условный нырок или вообще любое движение, включает все эти зоны. Ну, не все, кроме мотора. Потому что тут отдельные зоны, которые, собственно, сигнал дальше посылают. То есть, по сути, с точки зрения физиологии, когда мы представляем нырок, для нашего мозга реально нет особой разницы. Реально мы ныряем или мы... Да. Это вот важная штука про то, что есть внешний мир, а есть внутренний мир. И что внешний мир может отличаться от внутреннего, и что во внутреннем мире может происходить много чего, чего во внешнем мире не произошло. Допустим, когда... Можете просто с этим сказывать? А ты за хавер. Так и чемпионат мира давайте уже догадать проводить. Прекрасно. День по Иду, сколько денег сэкономится в Аиде? Смотрите, кто проще представил? Это отлично, отлично влияет на наши эмоции. Потому что то, как мы себе это представляем, на самом деле уже начинает разувкать, каскакиваться эмоции. То есть, если мы получили письмо от начальника с тем, что как бы там что-то не так, ничего еще не произошло, нас не уволили, нам не дали пенделя по задам, нас не напал тигр, а мы уже готовы. И это то, как на самом деле всегда срабатывают. Что наша психика представляет какой-то отдельный мир, который на самом деле то, как он там что-то думает в нем происходит, определяет то, как человек потом полностью действует. И это мы, ну, условно разобрали на уровне движений, да, и, допустим, на уровне нырка, но на уровне поведения в обществе, да, это все отлично тоже работает, да, это уже больше в психотерапии, про то, как вот эти представления и ощущения влияют на то, как человек действует, реагирует, на сколько это адекватные, неадекватные ситуации, да, это уже, ну, такое, такое более психотерапевтическое применение всех этих знаний о нейропсихологии. Поэтому вот этот внутренний мир человека важная штука, которая как-то его там вот внутри организует, и на самом деле очень сильно влияет на такую эффективность, продуктивность и так далее. Есть ли еще какие-то вопросы? Мы на этом сейчас будем заканчивать. Спасибо вам большое за внимание, буду рада вам ответить. Ирина, зачем нам вот эти области мозга, вот тут, да вот, да вы что, массировать, что ли? Массировать, что ли, не делайте. Я приду, пока я вообще, зачем ты на игру мозга, давайте. Мы же пытаемся его переключить. Мы же пытаемся его переключить. Смотрите, зачем нам это все нужно? С одной стороны, нам нужно это для какого-то самоотношения и понимания того, как это у нас встроено. Что иногда мы можем уставать, иногда мы можем что-то не понимать, иногда какой-то навык, он прям требует времени, ну, потому что он так работает. Никаким другим образом вы этого не избежите, это просто такая данность работы мозга. Да, и связи с, там, эмоциями отдельно, там, и так далее. Что это некоторая, ну, реальная внутренняя жизнь, которую вы, конечно же, можете игнорировать и думать, ну, типа, а зачем нам это все? Но это будет вас определять. И в таких случаях вы просто будете сонно натыкаться на нижнюю стену, если вы этого не знаете. И есть важная штука, что то, как мы понимаем себя, определяет то, как мы понимаем других людей. Как мы вообще учитываем, если у них там что-то внутреннее, какой-то есть или нет. И мир психологии, ну, помогает, собственно, понять, что этот внутренний мир есть, и он очень сильно определяет нас самим, то, как мы видим ситуацию, то, как мы взаимодействуем. И надо понимать, что вот эта вся гигантская штука устроена в нас, то, как мы у нас принимаем, думаем и так далее. И таким же всем гигантским образом эта штука устроена в учениках. А их там еще пять штук. У каждого свой нейропсихологический профиль. И кто-то там, не знаю, со своим опытом травм, а кто-то там, не знаю, не выспался, а кто-то там, не знаю, там что-то забыл, у него сейчас программа построения движения очень туго. Да, и важно понимать, что это дает возможность использовать индивидуальный подход каждому. Мы можем просто... Есть очень важная штука, чтобы человек развивался, есть такие три большие буквы. Называется ZBR. Зона ближайшего развития. Вот, есть то, что человек может сам, а есть то, что он может с другим человеком, который, типа, знает как. И это вот-вот-вот такая штука маленькая. Это как с ребенком, когда он учится что-то делать. Он что-то сам не может, а со взрослым может. Но надо, чтобы он взрослый не высшим математикам в этот момент объяснял, а два плюс два на палочках показывал. Понимаете? И тут есть важная штука, что мы должны на основе всего этого понимать, что у другого человека свой внутренний мир. И он умеет вот столько времени и на сегодня на этом занятии можно показать вот столько. Вопросы, вопрос, они важны. Как бы это, есть некие прецеденты, и когда используются то, о чем мы говорим, как бы, это, санятия предамином, так нет терапии, допустим, при каких-либо отклонениях развития определенного аппарата, да, там, по аутизму, еще, были, ну, как бы, сталкивались в такие моменты, и, ну, как это может нести, с точки зрения, то, что вы изучаете, да, с отделами мозга и так далее, действительно, это не помогает, и безопасно ли не травмировать, особенно если это детский мозг. Как к этому относиться? Толерантно. Вот вся эта штука нам помогает принимать вот эти особенности и себя, и других людей, и понимать, что мы все, ну, как бы, не совершенные, у нас у всех есть особенности развития и некоторые трудности, да, с которыми мы просто привыкли жить и как-то их компенсировать, и они точно так же есть в каждом человеке. И, на самом деле, неважно, какой он эффект, его можно скомпенсировать. Были отдельные эксперименты, когда слепо-глухонемых учили в ИГУ, на психологии, но просто им отдельными способами, с помощью таблицы Бройля, условно, все высшие учебники тоже как-то их постепенно просто развивали, да, и они просто, начиная, собственно, с ранней школы, да, в высшем университете справлялись с обучением. Это про то, как в определенном образом среда выстраивается, зная, как вот это все работает, да, что это все появилось. Понятное дело, что это делают социалисты, да, которые очень долго разбираться с тем, как работает мозг, как это скомпенсировать. Если брать про аутистов, у них особенность тем, что у них на самом деле перестимуляция сенсорная. У них они слишком чувствительные, и от этого они отгоражаются в мирах. И, может быть, я на мастер-классе расскажу, как вот эта вся штука еще связана с эмоциональной регуляцией, с тем, как это на самом деле в детской психиатрии диагностируется. Есть отдельные техники, которые тоже связаны с этими уровнями. Про то, как смотрят, как дети играют, как они, допустим, раскачиваются, как они себя самостимулируют, как они входят, не входят с контактом и так далее. И через это помогают, собственно, тоже преодолевать некоторые трудности, находить компенсацию. Техника терапии, у вас, возможно? Отдельная есть терапия, связанная с сенсориками. Отдельные виды терапии это как раз к нейропсихологии детского возраста. Если у кого-то там есть как нужно, я могу давать контакт к нейропсихологу, потому что я больше как патропсихолог, я немножко думала, что он про психосоматику и так далее. Вот. А нейропсихология это просто, смотрите, очень важный базис, чтобы мы не говорили про психику эфемерную. На самом деле, психика очень сложно организованная штука, но понятно, как организованная. И что мы в ней можем вот эти разные штуки вычленять, что мы можем понимать, что нас сейчас человек не понял, потому что мы ему непонятно объяснили, потому что он в этот момент отвлекся, потому что у него нет этого образа, он его найти не может, потому что для него сейчас слишком много информации у нас. Мы во внимание вводим 7 плюс минус 2, а мы больше не удерживаем. Или мы можем одновременно держать одну и две, ну три двигательные задачи, а когда-нибудь ты там тазом двигай, голову, плечи не поджимай, а еще там что-нибудь где-то там еще сделай, то вот все, там уже система не работает. И это нам помогает вот давать вот эту нагрузку в пределах доступного. И нам нужно понимать, что у каждого человека есть предел доступного, и мы не можем давать им слишком далеко, потому что это будет бессмысленно. Это и ученика фрустрирует, и вас это фрустрирует, потому что ну как-то это типа обучение неэффективного. Еще вопрос? Скажите, вопрос не по вашей лекции, но вы как нейрофизиолог, психолог, можете там что-нибудь сказать кратко про механизм блок-аута с вашей... с моей точки зрения. Я думаю, что блок-аута они срабатывают как раз-таки самые чувствительные, самые энергозатратные у нас как раз-таки лобные доли. Они жрут у нас много, когда мы думаем, когда мы планируем и так далее. И на самом деле у нас как раз-таки начинают отрубаться под планирование регуляции контроля, зачем нам поверненные протоколы. Это серия движений, которые мы должны выполнить четко. А когда мы выполняем нечетко, значит с программированием регуляции контроля что-то уже не так. И на самом деле тут уже гипоксия начала влиять на мозг на то, как у нас прямодельный блок работает. То есть у нас энергетически мы еще в сознании, а программирование регуляции контроля нас наружили. И то же самое с самым. То есть если мы вернемся на вот этот картинку мозга, у нас есть тут триамбул, который контролирует вот глубокие смыслы, а есть там прямотворная-моторная зона, это те, которые определяют движение. И это значит, что у нас уже они поплыли. Уже им кровоснабжения, кислорода и так далее не хватает. Это не мозжечок? Разве обеспечивает сам? Мозжечок тоже будет глубже. Нет, у нас вот эти зоны это моторные-примоторные. Мозжечок, он более древний, он там в тесте сильно развивает, допустим, во взаимодействии с пространством, но у нас гораздо больше развивает вот это. Мозжечок сильно с равновесием связан. Допустим, он играет очень, ну, большой роль в движении, допустим, в каренции, но если мы берем планомерность движения, то все-таки и раны на лобов. И когда мы теряем сознание, это уже когда мы тут вот включаемся. То есть первое-второе уровень еще продолжает работать, третье уже не включает питание, он уже тухнет. Да, 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 да. Он уже начинает давать сбой просто. А вы какие-нибудь тесты проводите или знаете, как можно проверить на последствия опять же вот давайте дальше. У меня есть там один свайд, я его не стала показывать. Есть, ну, я не хотела вас проверить. это самая первая презентация. Ладно, я бы еще версии отправляла. Короче, есть современные исследования касательно влияния нырков на мозг. Есть одно исследование про то, что сейчас я вспомню. исследование показывает, что постепенно после нырка, спустя 3 минуты после нырка, там измеряли реакцию. Есть замедленная реакция, спустя 3 минуты после нырка, но это все обычно восстанавливается. но есть измерение долгосрочных последствий, и они зависят от опыта на реаке. И там есть особенность, что хуже работает торможение от лба, как его исследовали. Есть такой тест трупа. это когда написано спортивным образом разные цвета, типа красный, зеленый, желтый, черный, коричневый. Сначала написано нормально, с тем, что каждый цвет написан из слова, он выделен тем же цветом. Ну, соответственно. Да. А потом сделано вредно, что одно слово, красное, написано зеленым. И надо как бы поднапрячься, чтобы различить, и чтобы вот этот импульсивный ответ привычный, да, за счет памяти не срабатывал. То есть это то, как лбы работают. И вот есть такая история, что у людей, кто, допустим, показывал наибольшую вливки на задержку дыхания, они потом в тесте из трупа показывали, что они больше на вот эту штуку отвлекаются, что им гораздо длиннее чуть оттормаживать себя. Я встречала одно такое, наверное, исследование, то, что по каким-то исследованию нет эффекта на мозг. Да важно понимать, что мы блок-аута, это тоже про все-таки кислородное голодание мозга, которые при инсультах происходят. И это опасная штука, которая может иметь последствия на когнитивные функции, которые мы сегодня обсуждали, внимание, память на негативные функции, это называние пространства и так далее. И что это все как-то реагирует. Наверное, в связи с этим тестом с трупой есть история связанная допустим с вождением, чтобы вся какое-то время лучше машину не водить, чтобы какие-то реакции успевать оттормаживать. Потому что это ЛВ это то, что влияет на то, насколько мы можем отрегулировать что-то, оттормозить что-то, вывести на передний план. Еще вопрос? Нет вопросов? Юля, спасибо большое. Аплодисменты.